hello everybody alex the school of english and пушкина всем привет алекс школа английского языка пушкина продолжаем нашу программу которая носит название микро зарядка мы делаем очень простое упражнение мы повторяем за носителем какую-то фразу если это необходимо делаем паузу и прослушиваем снова идет перевод и в этой простой программе мы делаем очень очень полезные вещи мы реанимируем свои навыки восприятия языка на слух на выговорение эти два навыка очень сильно страдают so let's get started поехали i had pizza for lunch what did you eat а что ты ела i had pizza for lunch я кушала пиццу на ланч на обед what happened i'm not sure what happened что произошло а я не знаю что произошло или я и ночью я не уверена в том что произошло ну наверное лучший перевод я не знаю что случилось я не знаю что произошло what happened what happened i'm not sure what happened i'm not sure what happened when do we start we start at 9 am when do we start а когда мы начинаем мы начинаем в 9 утра ну вот в этой простой фразе есть некоторые сложности с грамматикой потому что здесь используется время present simple и это время будет относиться к будущему можно перевести во сколько мы начинаем но тут непонятно что начинаем начинаем работать начинаем встречу какую-то но неважно это образов звучит в праздном simple или поскольку мы начнем ответ мы начнем в 9 утра не будем забывать что расписание расписание связанные с поездами самолетами автобусами пароходами расписание все сформури сформулированное во времени present simple хотя действия самолет вылетит пароход отплывет и так далее действия планируется в будущем но мы те действия которые проходят по расписанию занятия в школе занятия в университете и так далее театральное представление по расписанию мы формируем предложение в present simple present simple ну вот пожалуйста не забывайте что поезд отойдет от третьей платформы пушкинской в 900 за трейн алиэвс платформ сруи от 9 м ливз present simple такие маленькие грамматические вкрапли меня я буду делать но и здесь время на и м в 9 утра но мы знаем что и м это до полудня пи м это после полудня если бы они начинали какое-то мероприятие в девять часов вечера это звучало бы следующим образом вы стать от 9 пи м на конечно же здесь можно было поставить другие фразы вы стать от 9 инзем унинг она это было звучало бы красивее вы стать от 9 инзе и в ней мы в быту как правило не переходим на двадцати четырех часовой циферблат в бытовой речи мы не говорим ну допустим у нас встреча вечерняя встреча будет происходить в девять вечера да мы не скажем мы встречаемся в 2100 но можно но это звучит очень официально поэтому как правило в быту идет на энд пи м или на in in the evening in the evening окей тем более тем не менее используя использование использование 20 часового циферблата очень удобно очень просто говорить в этом случае время потому что там большая путь путаница авто бифо кого это хав звучат слова когда вы говорите просто в цифре не привязываясь к циферблату вы стать от 9 15 пи м в 9 15 вы стать от 9 25 мы начнем в 9 2 2 часов 25 минут пожалуйста используйте вот такую систему когда вы говорите о времени when do we start when do we start when do we start we start at 9 am we started 9 а.m. when do you work i work from 9 а.м. to 5 п.м. when do you work i work from 9 а.м. to 5 п.м. опять очень 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 полезные фразы а А когда ты работаешь? И всё это написано в Present Sample, что речь идёт о расписании, о рабочем расписании. When do you work? I work from 9 a.m. to 5 p.m. Я работаю с 9 до 5 часов вечера. When do you work? When do you work? I work from 9 a.m. to 5 p.m. I work from 9 a.m. to 5 p.m. When are you busy? I'm busy in the afternoon. When are you busy? I'm busy in the afternoon. А когда ты занята? Когда-то у тебя самая большая нагрузка. Busy. I'm busy in the afternoon. Я занята днём. То есть утро свободное, вечер свободен. I'm busy in the afternoon. Я занята днём. When are you busy? When are you busy? I'm busy in the afternoon. I'm busy in the afternoon. When can I leave? You can leave whenever you want. When can I leave? You can leave whenever you want. А когда я могу уйти? Ты можешь уйти, когда захочешь. Ну, тоже очень полезная бытовая фраза. Вы уходите с работы. Вы прощаетесь. When can I leave? Когда я могу уйти? You can leave whenever you want. Когда ты захочешь. When can I leave? When can I leave? You can leave whenever you want. You can leave whenever you want. Ну, может быть, ещё одно грамматическое вкрапление, теперь уже связанное с произношением двух слов. Live – жить. I live in Пушкина. Live – короткий звук. Live – I live in Moscow. I live in New York. I live in London, ну и так далее. И live – длинный звук, нехарактерный звук, длинный для русского языка. I leave my office at 5 p.m. Я ухожу из офиса в 5 утра. I leave my home at 9 in the morning. Я покидаю свой дом в 9 часов утра. Live – I leave my office. I leave my home. Длинный звук, в отличие от короткого. Окей? When do you study? When do you study? I usually study in the evening. When do you study? А когда ты занимаешься? I usually study in the evening. Я обычно занимаюсь вечером. Present simple. When do you study? When do you study? I usually study in the evening. I usually study in the evening. Thank you very much. Thank you for being with me, for listening to this program. With me. Hope to see you one day at the School of English in Пушкино. Bye-bye, Alex. До встречи как-нибудь в офисе Школы Английского Языка в Пушкино. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok